Уважаемые друзья, завтра, 23 октября, в 12 часов дня, митинги по всей стране. Мы все должны понимать, что от именно вклада каждого из нас зависит будущее нашей страны. Не получится так, чтобы вы отсиделись где-то в стране, и вдруг режим пал. Даже если Назарбаев умрет, сегодня пришло сообщение, что он уже прощается с Булатом Назарбаевым, что у него рак горла. Его привезли прощаться со своими родственниками. Пришла информация, что вот-вот будет скоро информация, что официальная, что он умер. И, наверное, многие из вас радуются, что все, чита Назарбаева, вообще их рот уменьшается, будут изменения, ничего этого не будет. Ничего не будет, потому что это политическая верхушка, его племянники, его ближайшие родственники также будут контролировать власть. Поэтому вы, я понимаю, с интересом ждете официального подтверждения, что умер Булат Назарбаев. Вы ждете подтверждения или ожидаете, что умрет Нурсултан Назарбаев. Уважаемые друзья, это бесполезно. Мы сами должны изменить судьбу нашей страны. Это обращение в первую очередь к молодежи. Завтра мы ждем вас на митингах нашей страны. Знайте, этот режим напуган. Только против митингов ДВК эта власть организовывает различные акции, устрашения, заранее задерживает активистов. Замы Акимы Акимы собирают ректоров и требуют, чтобы студенты не появлялись на митингах. Они берут с них расписки. Вы должны понимать, что режим напуган. А бояться может режим только тех, кто их сильнее. Понимаете? А нас миллионы. Они нас боятся. Вы всегда это должны знать. Мы должны этим страхом воспользоваться. Наша задача на эти митинги вывести десятки тысяч людей. Присоединяйтесь. Завтра, 23 октября, в 12 часов по местному времени, митинги по всей стране с требованиями два раза поднять заработную плату, пенсии, пособие, свободу политическим заключенным. Алга Казахстан. Продолжение следует. Продолжение следует...